Лево расставились, посмотрим, что сейчас будет придумывать. Неплохой момент вывели на косы партнера. Ох ты! В штангу, по-моему, попала шайба. В штангу, да, попадает шайба. Судья останавливает встречу. Что случилось? Лежит игрок лево и... Я не показывал, что нарушение... Вот, да, в штангу попадает шайба. Лево из выгоднейшей позиции бросал. Добрал шайбу кого-то из оппонентов. И вот уже неплохой момент. Судья останавливает встречу. Что-то не очень доброе говорит представитель Глазычев. Что там было? Можно смотреть повтор. Показалось, что Левкирь отдавал пас партнеру уже на пустые ворота. И шайбец не было бы убиваться. Посмотрим, что же пошло. Вперед трибуны. И она выходит в зону соперника. Хороший выход. Один на один. И один ноль. Да. Ну, это не Йонас Сенлунд. Это, кстати, Глазычев отличился. Здорово он сыграл на добивании. Но смогло ему еще и то, что он праворукий. И шайба удобна для него. И, наверное, неудобна для защитников лежала. Во вратарской площадке. Габарит из Дэна Хара, наверное, сыграли против него сейчас. До конца первого периода. Вновь позиционно очень удачно освоились на чужой половине. Гости. Бросок. Шайба попала в... Кого-то из игроков чешского клуба. И контратака. Вот сейчас Йонас Сенлунд... Йонас Сенлунд создал великолепный партнер для Юрия Леха. Великолепный момент. Она на крюке клюшки у Глазачева. Доставил он туда подальше. Ближе к воротам шайбу. Продолжается затяжная позиционная атака Сибиряков. Наброс на ворота. Бросок будет... Да! Заползает буквально шайба в сетку ворот. И... 20... 30-е очко. С учетом того, что... Ассистировал он в первом периоде Константину Глазачеву. Когда... Когда тот открывал счет. Ну и вот сам отличился. И... Какого-то акцентированного броска не было. Вот просит он шайбу. С Данахара ему мешает. Но успевает все-таки сделать движение клюшкой. Севердикт. Свой арбитра. Ну попала шайба в конек. Но потом было все-таки движение. По-моему, клюшкой. В последний момент. Мне показалось, что... Задел клюшкой. Ну а если... В последнем матче Лев очень уверенно переиграл Ярославский локомотив со счетом 6-3. Вновь клепишь в атаке. И вновь... Подоспел там. К борьбе игрок выцарапал шайбу. Ну и вот к чему все это приводит. 2-1. Лев сокращает отставание в счете. Марцел Хосса седьмой гол оформляет в этом сезоне за Лев. Чуть-чуть не хватило там сибирякам, чтобы вывести шайбу из зоны. И вот пас из-за ворот последовал. Юрай Микуш находит этой передачи Хоссу. И тот бросает с хода без сопротивления. Практически там уже не успевал игрок в темной форме блокировать этот бросок. Закрывавший Игнатович ближний угол тоже не сумел в старьва. И в общем-то есть хоккеисты, которые обладают хорошим кистиллым броском. Которые могут... Опасно, как сейчас вновь в ворот Сибири. Скажу, что первую свою шайбу в составе пражской команды он забил лишь в пятом своем матче за Лев. Как раз ворота Локомотива в предыдущем матче. Будут сибиряки просто доигрывать сейчас на период. Нет возможности съесть бросок по воротам. Со статистики. Давайте посмотрим за этой атакой Лектеря. Бросает с неудобной руки, уходит шайба за ворота. Энлонд попытка давить глаза, чем бросает. На месте Пепперли выручает свою команду. Вступает в игру. Я думаю, что Пепперли остался сегодня вне игры. Опасный момент. Она, по-моему, в Петра Врану, который там на пятаке дежурил. Снова врана бросок. Опаснейший момент какой. Отдали бросить вране. Кулда. Последние секунды. Все. 2-1. Сирена и празднуют сибиряки победу в этом очень сложном напряженном поединке. Не очень результативном, но очень боевом. Спасибо.